Пока одни качали пресс и бицепсы в тренажерном зале, другие играли в хоккей с мячом и гандбол прямо у подножия Атланта. 18-летний защитник Тимофей Филиппов, который с двумя чемпионатами МХЛ за спиной среди многих своих безусых партнеров по команде, смотрится матерым ветераном. Каждый год такие тренировки проводятся не один раз в неделю. Это надо, чтобы и мышцы разбегались, и игровое мышление присутствовало в тренировках постоянно. В то же время и силы добавить очень много, чтобы готовы быть в сезон. Сбор в Елутаровске – это только пролог долгой, трудоемкой, и что греха таить, и отнюдь не каждым хоккеистам любимой летней страды. Тяжело сейчас всем, но особенно тем, кто на каникулах много ел и мало двигался. Здесь разные всех впечатления. Конечно, кто-то пришел уже прям, ну видно, что ребята, сложа руки, не сидели в отпуске, а действительно работали. А некоторые ребята есть претензии к некоторым, потому что они не готовы, в самом это многих молодых самых касается ребят, приходят с лишним весом. И вот сейчас им гораздо тяжелее приходится на этом этапе. Эх, проблемы толстячков до 17-летнему воспитаннику тюменского хоккея Павлу Ляхову. У нападающего, который еще никогда не играл в МХЛ, другая задача – набрать массу. Судя по всему, она вполне решаема. Ведь повара санатория «Сосновый Бор», где живут легионеры, калорий для хоккеистов не жалеют. Кормят, как, не знаю, в домашних условиях, то есть обед, как положено, то есть борщ там, ну супа любой, второе, ну и салатик и все. Ужин тоже там с супом каким-то, а на завтра каша. Энергия легионерам сейчас нужна, ведь работа у них – непочатый край. У нас сейчас занятия только на земле проходят, и 16-го часа мы уже вернемся, день выходной дадим, и там уже начнутся у нас по группам ледовые занятия сочетаться с землей также. Судя по всему, претензий по самоотдаче у Владимира Витальевича к своим подопечным сейчас нет. Терпение и труд – все перетрут. Конечно, осталось присутствовать, но надо работать, и как бы это не признак того, что надо где-то себе давать расслабляться или еще что-то. Наоборот, ты хорошо, значит, тренируешься так, как надо тренироваться. В середине августа Тюменский легион примет участие в традиционном мемориале Дениса Ляпина в Чебаркуле, где соперниками тюменцев станут Уфимский толпар, Стальные лисы из Магнитогорска и Челябинские белые медведи. Потом у нас была устная договоренность с Омским авангардом, но так как там поменялся тренерский штаб, мы договаривались с одними, они маленько план поменяли, и у нас сорвались эти игры. И сейчас это все находится в процессе, в стадии переговоров. Конечно, еще нужны нам товарищеские игры, будем пытаться с кем-то сыграть еще несколько игр.